Ты всегда все делаешь не так. Как ты реагируешь, когда ты слышишь такую фразу? Скорее всего, такая фраза вводит тебя в какое-то замешательство, потому что непонятно, как на нее реагировать. И я тебе в этом видео объясню, как ты можешь на нее реагировать и что именно вводит тебя в замешательство. Привет, дорогой НЛпер! Я рад тебя видеть на своем канале. Итак, ты всегда все делаешь не так. К сожалению, в этой фразе есть сразу три обобщения, на которые непонятно, как дать ответ. Есть люди, которые сознательно либо бессознательно используют эту провокативную фразу. Разберемся сначала с людьми, которые используют эту фразу. Смотри, есть два типа провокаторов. Первый тип – это те люди, которые сознательно используют подобного рода фразы для того, чтобы заразить тебя чувством вины, ощущением страха, ощущением собственной никчемности или каким-нибудь другим психовирусом. Следующая категория людей – это те люди, которые используют подобного рода фразы бессознательно по разным причинам. Например, они просто не умеют по-другому разговаривать. И у этих двух типов людей есть две разные цели. Ну, с первыми, с теми, кто использует эту фразу специально, у них есть явный мотив каким-то образом ввести тебя в нересурсное состояние. Они говорят, ты всегда все делаешь не так и ожидают от тебя, что ты станешь неуверенным, что ты начнешь испытывать чувство вины, ну и так далее. А вторые люди, которые бессознательно используют такого рода фразу, они хотят, скорее всего, чтобы ты стал лучше. Обычно родители, когда не имеют в своем арсенале должного ресурса и должных коммуникативных навыков, они просто выдвигают такую претензию своему ребенку. Ты всегда все делаешь не так. Или жены мужьям, мужья женам. И таким образом они думают, что они сделают этого человека лучше. Да, это на самом деле искренне позитивное намерение. Но не тут-то было. На самом деле реакция то у человека в обоих случаях одинаковая. Чувство вины, чувство обиды, может быть даже где-то чувство агрессии. Давай разбираться. Ты всегда все делаешь не так. Первое обобщение всегда. Второе обобщение все. И третье обобщение не так. То есть непонятно. Давай разбираться по порядку. Здесь мы будем использовать мета-модели языка. Если ты продвинутый НЛПер, ты знаешь, что это такое. А если ты непродвинутый НЛПер, то ты сейчас все поймешь. Давай разберемся с первым обобщением. Ты всегда. Как здесь можно отреагировать? Как здесь можно дать ответ провокатору? Можно ответить следующим образом. Всегда-всегда. Неужели не было в нашем с тобой общении случаев, когда я хотя бы раз, хоть когда-то сделал так, как нужно? И в этом случае, если провокатор, который использует провокацию бессознательно для того, чтобы ты стал лучше, этот провокатор, он задумается и начнет рассуждать и, возможно, найдет в своем обобщении какую-то ошибку и действительно поймет, что он не прав, что ты не всегда все делаешь не так. Но если это будет провокатор, который это делает сознательно, он начнет строить конструкции, аналогичные этой. Он будет тебе говорить «да всегда», «да постоянно» и так далее. И здесь ты можешь точно так же возражать. «Ну давай подумаем, когда-нибудь я вообще что-нибудь делал так в этой жизни или нет?» И тот провокатор, который специально тебя хочет уколоть, тот провокатор, который тебя сознательно вгоняет в нересурсное состояние, он рано или поздно перестанет сопротивляться твоим возражениям. Главное — набраться сил и уметь возразить. Итак, с обобщением всегда мы разобрались. Здесь нужно предложить человеку задуматься о том, а действительно ли его обобщение верно, действительно ли ты всегда делаешь все не так. И предложить ему подумать и вспомнить случай, когда ты делал что-то так. Следующее обобщение — все. И на него ты можешь возразить следующим образом. Действительно все, что именно я делаю не так. И когда ты возражаешь подобным образом, твой собеседник, если он это делает бессознательно, то есть не специально, он хочет сделать, чтобы ты был лучше, он начинает тебе уже говорить какие-то критериально обозначенные вещи. То есть он может тебе указать, что конкретно ты делаешь не так. И это здорово. Опять же, с провокатором, который специально пытается загнать тебя в чувство вины, будет работать следующая ситуация. Как правило, он просто будет пытаться дальше обобщать, обобщать и обобщать. И твоя задача здесь — просто стараться конкретизировать. Прямо запомни эту фразу. Что именно я делаю не так? Что именно, что конкретно я делаю не так? И третье обобщение — делаешь не так. И здесь уже справедливо возразить. А как именно ты бы хотел, чтобы я это сделал? То есть по большому счету ты пытаешься конкретизировать его обобщение. Что значит не так? А как именно ты хочешь, чтобы я поступал? Как именно ты хочешь, чтобы я делал? Что конкретно ты мне говоришь? Что конкретно ты мне предъявляешь? Можешь сказать, подскажи мне, пожалуйста, конкретно, как бы ты хотел, чтобы я сделал то, что ты от меня хочешь? И таким образом, если провокатор использует провокацию бессознательно, то есть если у него цель сделать тебя лучше, он начнет задумываться и уже больше не будет применять к тебе подобного рода провокацию. Он уже в следующий раз будет конкретно что-то тебе указывать, если в коммуникации есть какой-то вопрос. Ну а тот человек, который использует это специально, если ты ему сделаешь возражение на все три обобщения, «Всегда все не так». Как именно? Бывали ли случаи, что я делал что-то так? Что именно все? Таким образом он начнет морально уставать, потому что он не достигает своей цели, потому что ты задаешь уточняющие вопросы. И запомни одно простое правило. В коммуникации ведет тот, кто задает вопросы. Поэтому чем больше ты будешь задавать уточняющих вопросов, тем сложнее будет провокатору тебя погрузить в нересурсное состояние. Тем сложнее будет провокатору сделать так, чтобы ты начал испытывать эти неприятные ощущения. И рано или поздно, когда он понимает, что провокация не случается, потому что вот смотри, когда провокатор сознательно делает провокацию, он подразумевает, что весь ваш диалог будет развиваться по его сценарию. Но когда ты начинаешь задавать уточняющие вопросы, как именно я должен сделать, что конкретно ты от меня хочешь, объясни мне, пожалуйста, я не понимаю, всегда ли я действительно все делаю не так, или может быть бывают случаи, когда я делаю так. Ты ломаешь его сценарий. А когда ты ломаешь его сценарий, он, как правило, к этому не готов. Бери это на вооружение и пользуйся этим способом. Ты знаешь, вот тот провокатор, который делает это сознательно, может начать сопротивляться и пытаться гнуть свою линию. Когда ты ему ответишь на утверждение, ты всегда все делаешь не так, ответишь, а что именно я делаю не так, он может сказать, я не собираюсь ничего тебе объяснять, ты должен все знать сам. Тогда ты можешь опять же использовать ответную реакцию и сказать, слушай, откуда ты решил, что я должен это знать? И вообще, кому я должен? Почему я должен? И таким образом ты будешь все равно разрушать его привычную модель поведения, и рано или поздно он сдастся и отстанет от тебя. И ты одержишь верх над этой провокацией и будешь чувствовать себя в ресурсе. Самое главное, быть смелым. Самое главное, научиться задавать уточняющие вопросы, потому что те обобщения, которые тебе выдвигают, они очень коварные. Потому что если ты пропускаешь это в себя, ты начинаешь действительно задумываться, а может я никчемен, а может я действительно всегда все делаю не так. Потому что всегда все и не так – это просто слова обобщения. И я уверен, что в твоем опыте есть и случаи, когда ты делаешь все так, и действительно ты не все делаешь не так, и действительно, когда тебе дают конкретные указания, когда тебе дают конкретные установки, то есть конкретное ТЗ, можно так сказать, тогда ты можешь выполнить просьбу. Но если тебе просто постоянно выдвигают какие-то претензии с помощью обобщений, будь уверен, тебя провоцируют сознательно или бессознательно. И обычно, если провокатор начинает дальше уходить в обобщение, и когда ты просишь конкретизировать, скажи мне, пожалуйста, что конкретно я делаю не так, а он тебе говорит, я не должен тебе ничего объяснять, ты можешь еще использовать одну стратегию. Ты можешь сказать, ну, если ты сейчас мне не можешь объяснить, что именно я делаю не так, значит, я могу ничего не делать. И это логично. И поверь ты мне, провокаторы, они очень не любят, когда ты начинаешь уточнять. Они очень этого боятся и остерегаются, потому что они уже привыкли, что любая провокация будет идти по их сценарию. Как только ты начинаешь задавать вопросы, ты уже автоматически ломаешь их сценарий и, соответственно, чувствуешь себя в ресурсе. Пользуйся.